доброе утро народ помните где мы находились с вами в прошлом видео в луизиане правильно а что мы здесь сделали сейчас будем разгружаться вон там где стоят синие трейлера у меня вот собственно говоря вот этот синий трейлер мы с вами спали возле вот такого вот мужского клуба который закрыт был слава богу я никто не гонял не шагал но вот такие львы на входе такие девочки поэтому все шикарно поехали ребята разгрузимся и будем искать с вами следующий груз все что мы делали это все пригодилось все колеса крутятся баки наполовину полные деф есть рейс начался ребят спал всю ночь как тюлень убитый потому что кайф просто сплошной кайф на улице полдевятого утра говорит мне что я офигел в общем полдевятого утра а на улице уже 23 градуса отлично отлично тепло комфортно уютно давайте разгружаться и быстренько оттуда сваливать а то здесь поднимется температура до 30 градусов и я сойду с ума потому что кондиционер не работает пожалуйста дайте мне знать если у вас есть кто-то кто чинит холодильный кондиционеры качественно и быстро эти заставили меня одеть кроссовки и штаны но они хотят чтобы кроссовки были с металлическими проставками чтобы если даже танк на ногу наехал ничего не случилось но у меня таких нет поэтому я делал обычные найки сижу жду сейчас подойдут ко мне будем нагружаться он похоже за мной едет сейчас проверим что ребят вы сами все видели вот таким вот погрузчиком меня разгрузили все мы пустые гоним сейчас куда-нибудь надо раздеть а то жарко уже мне еще другой груз надеюсь что его наградут быстро все одежда умирает последний конечно но ждем не нужна напекла конечно и вот тут еще такая же огромная я это конечно же не успею доесть скорее всего но приложу максимум усилий как говорится служу семейному флоту так ребят сидим ждем груз долго уже достаточно говорят что будет хорошо опять я подъехал к этому бледушнику тот груз разгрузили все 2 700 заработали поэтому надеемся что за эту неделю еще хотя бы ну скажем тысяч пять заработаем а может быть и шесть и тогда вообще будет хорошо на этой неделе просто понедельник был такой не очень не хотелось бы чтобы из-за понедельника вся неделя бы слетела но обычно так и бывает а вон там сименс энерджи не знаю чуть такое но что-то связанное с компанией сименс все я позавтракаю потом уже будем думать что делать дальше что-то там шевелится за забором пойму бобры что ли могут быть бобры гуизиане скажут короче тут какой-то пруд а там как будто бы бобры в виде на том берегу сидят две такие здоровые крысы отсюда не видно блин жалко блин вот черт они очень далеко это либо бобры либо выдры короче я вам так скажу больше похоже на выдр которых я вам показывал из майами зоопарка капец вот дикая природа конечно откуда здесь делись вряд ли это тоже зоопарк правильно нет просто в пруду завелись выдры пойдут прилягу что все делать нечего работодатель должен перед тем как он может иметь право вызвать кого-то из-за границы он должен доказать лейбор-департменту что на на всей территории америки он в течение там 8 или 10 месяцев почти короче года не смог найти сотрудника то есть он давал рекламу он обращался в агентство он сотрудничал напрямую с лейбор-департментом потому что у лейбор-департмента тоже есть все такое лейбор-департмент это министерство трудоустройства у них есть список людей сидящих на пособиях например без работах или лишившихся работы по какой-то причине они стоят в очереди как на бирже труда и в любом случае если такая компания обратиться в лейбор-департмент и скажет я хочу вытащить из россии из украины неважно дальнобойщика то лейбор-департмент скажет так 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 у нас вон какой длинный список желающих кататься на траке вот здесь как бы работодатель утрется возьмет какого-нибудь человека из этого списка точнее даже не хочет его брать особенно русские компании но они не хотят брать тех кто стоят вот в этой очереди по пособиям без по безработице по определенным причинам потому что русские стараются брать русских в этом списке в основном конечно не в основном а все я уверен так скажем англоговорящий почему так потому что русские дальнобойщики все трудоустроены русскому дальнобойщику дайте работу вот так работы полно работников не хватает и все такое а вот американец он ходит тыкается мыкается его никуда не берут потому что везде в американских компаниях нужен стаж чистый рекорд криминал там чисто криминальная история это один раз день справеднище тебя выгонят никто уже никуда не берет а русские берут но только своих и вот тут возникает конфликт потому что русский приведет скажет мне нужен работник из-за границы ему скажут нет у нас полно неустроенных работников в америке ну что ж третий вывод из всего этого раз уж мы не можем позвать никого из-за границы и у нас есть люди которых мы можем устраивать здесь в америке получается что все кто предлагает рабочие визы для дальнобойщиков в америку это мошенники ребят я вас всех предупреждал всегда и предупреждаю сейчас если вас я понимаю что желание перебраться в америку она превосходит затупляет все остальные чувства самосохранения чувство там лохотрона она все притупляется когда вы видите перед глазами заветную там грин карту потому что по рабочей визы дают грин карту и вот у вас сносит у всех крышу и вы несете свои деньги абы куда лишь бы получить то о чем сюда мечтали бесплатный сыр ребят только в мышеловке бывает перебраться в америку можно разными всякими способами но вот рабочие визы для дальнобойщиков к сожалению перебраться нельзя если вы где-то видите вывеску или рекламу или там вам кто-то сказал на ушко шепнул что он знает способ как переехать по рабочей визе в америку именно для дальнобойщика то бегите оттуда не сотрудничать с ними потому что не бывает рабочей визы для дальнобойщиков что ж у нас на брайтоне был такой юрий моша который рабочие визы делал для дальнобойщиков эффективные браки эффективный политический кейс но в тюрьме сидит сейчас юрий моша не надо вам поставляться вот в такие вот вещи я понимаю что человек подающий на рабочую визу через мошенников он просто теряет деньги он просто быть просто потеряете деньги то есть у вас деньги возьмут ласки ваш кейс запустят скажут вам что найдут вам работодателя этот процесс он будет из года в год тянуться вы будете по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть туда закидывать еще денег потому что вам будут лапшу на уши вешать кейс продвигается мы там на таком-то этапе но я вам просто скажу честно дойдя до последнего этапа и попал вот в этот общий пул работников утвержденных лейбор департментом даже если вас утвердят лейбор департмент и вашего работодателя реально поверить ему что он не может найти никого и вы попадете в общий пул этих работников желающих попасть сюда по рабочей визе вас никогда не выберут никогда потому что там тысячи и тысячи сотрудников мест на всех не хватает и как я уже сказал там такая же лотерея как грин карте с вероятностью 99 процентов приедут айтишники а не вы поэтому то есть когда у вас доля удачи один процент там или меньше то полагаться на кого-то и платить кому-то деньги за эту рабочую визу это просто глупо безнадежно с таким успехом просто играете в грин карту и все или намного более вероятно пойти просто сделать туристическую визу и приехать сюда какие-то такие размышления ребята будьте бдительны не ведитесь на рекламы и зазывалы мошеннического характера я вас предупредил что же народ мне диспетчер написал чтобы я выезжал в сторону нового орлеана потому что там он не нашел лод аут трейлер что такое лода у трейлер это трейлер который нужно взять с одной с одного места бесплатно абсолютно пустой драйвеновский трейлер берем с одного места в нашем случае с нового орлеана и катаемся с ним неделю через неделю мы его обязаны сдать в святом луисе сент-луисе в штате миссури все то есть мы неделю используем чужой трейлер бесплатно просто единственное что мы должны его через неделю сдать в другом месте шикарно шикарно выезжаем гидиа Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, берем в Сент-Луисе, ой, что я говорю, берем в Новом Орлеане и через 10 дней мы должны его оставить в Сент-Луисе, Миссури. Очень удобно, 10 дней я буду ездить с бесплатным трейлером. Как-то так, даже не надо арендовать, блин. 10 дней это треть месяца. Погнали, сделаем инспекцию трейлера. Как открыть ворота, не прикоснувшись к 7000 вольт? Интересно. Интересно. Туда шел человек, набрал код 5555, ворота открылись. Я же не знаю коду. Я только вижу надпись 7000 вольт, не лезь, убьет. А вот и мой трейлер. Старенький, ржавенький, но бесплатненький. Это тоже нужно понимать. Да, недолго Артур радовался, конечно. Я сейчас походил, пофоткаю его. Так-то снаружи все нормально, внутри все нормально. Одно, но, одно, что ручка отржавела. Вот смотрите. Видите, внизу ничего не происходит. Она вот здесь внутри отржавела и отвалилась. Поэтому нет возможности забрать этот гнилой трейлер. Жалко. Пойдет он сейчас, говорит, поищет мне что-то другое. И если найдет, то я уеду с трейлера. Если нет, то без. И это плохо. Просто, что они здесь так охраняют, ребят? Забор, рабица, 2 метра. Колючая проволока в два слоя. Такая спиральная и прямая. За ней провода под напряжением. 7000 вольт. Камеры. Здесь и там, и там, и повсюду одни камеры. Прожекторы. По ночам вылупают, наверное, чтобы все было видно. Что можно там скрывать? То ли это штат такой, Луизиана. Мы сейчас прямо в Новом Орлеане, то есть в городе. Что вообще тут творится, я не понимаю. Но есть как есть. У нас в Нью-Йорке я такого, конечно, нигде не видал. Мне дали вроде как другой трейлер, вон тот. Пойдем проверим его. Не прогнил ли он? Тоже такой же гниловатый, конечно. Пойдемте отфоткаем его. Вот я задолбался, друзья, с этим трейлером. Ладно, взял второй. У него тоже там проблемы с дверями, но мы поняли, как с этим справляться. Ладно, все, едем в порт. Какая-то тяжелая загрузка у меня будет. 45 тысяч паунтов. Это максимально возможный вес для моих прав и для моего трака. Поэтому еще там будет какое-то обмундирование, надо будет одеть. У меня нету сапог железных, но я одену свои галоши и скажу, что они железные. Все, погнали, ребят. Нам уже пора грузиться. Достаточно замороченная загрузка здесь на этом порте, потому что до порта мне надо было заехать на тракстап, распечатать три документа по факсу, они прислали мне, компания моя, чтобы мне дали этот груз. Мне нужно иметь обувь с железным носом, каску, очки и safety vest. Это отблескивающая форма. У меня есть все. Ну как, у меня есть очки и отблескивающая форма. Каски нет, железных сапогов нет, но я свои галоши одену, скажу, что там железный нос. Что они проверять, что ли будут? Вот. И это Mitsubishi Corporation. Вот, если вы видите, не хочу палить, не знаю, что там в этих документах написано, но Mitsubishi. Такие дела. Так что сейчас все получаю. Еще чек 100 долларов надо раскэшить, кэшем 100 долларов принести, чтобы меня сопровождали по порту, потому что без какого-то лайсенса особенного я не имею права без сопровождения двигаться по порту. Идем и едем. Ребят, в Америке все говно. Единственное, что в Америке делают качественно, так это гребаные наклейки для траков. Потому что, чтобы их отодрать, это надо просто сжечь. Надо умереть здесь, не встать. Клей этот остается постоянно. Ненавижу. Вот единственный минус менять компанию, это в том, что постоянно надо вот это переклеивать. В общем, для того, чтобы это переклеить качественно, вам нужны ногти, не стриженные хотя бы дня 3-4, да, чтобы они были, потому что без ногтей вы это не отодрете. И терпение. И еще желательно glue removal, это штучка, которая клей удаляет с поверхности. Все, почти содрал одну сторону. Ну вот, ребят, целая эпоха прошла. Опять Артур меняет компанию. Вот и со второй стороной разобрались. Осталось только помыть, и можно клеить новое. Итак, ребята, чаш истины. Просто подождет. Ну что, дубль 2. Та-дам! Та-дам! Это не реклама. Предупреждаю. Ничто мне за это не платил. Я бы и не взял. Такие дела. Что, друзья, я теперь работаю в Navara. Navara US. И ничего не говорит вам это название, так же, как и мне не говорит. Просто посоветовали мне компанию. А я такой человек. Ой, блин, тут у меня пипец. А я такой человек. Не посоветовали, я пошел проверил. Вот, пришел, проверил. И вам покажу, что здесь, да как. Все, вроде бы мне пора уже выезжать на пикап. Вон там порт, прямо через дорогу. Поэтому мне надо одеваться и выезжать отсюда. Погнали. Ребят, я весь мокрый. Я вам даже описать не могу, какая жара на улице. Потому что я еще ковырялся с этими сайнами. Но, смотрите, я выгляжу теперь точно как типичный миньон. Одел ботинки, штаны. Вот это только каски у меня не хватает, короче. Все, поехали на этот особо охраняемый, особо дебильный порт. Уже забирать груз. А то сегодня надо будет, наверное, купаться заехать. Потому что жесть какая-то. Как я испачкался весь. Все, погнали. Короче, ребят, прошел я чекинг. Заплатил 100 долларов за экскорт. Сегодня 2 часа, спорили с брокером. Я уже волк матерый. Короче, смотрите, какая ситуация. На портах всегда нужен какой-то специальный лайсенс. Если у тебя его нет, то тебе нужен экскорт. То есть сопровождение по порту. У меня нет такого лайсенса. Брокер заранее предупреждает об этом. И говорит, что я вам отправлю код money order. Тут в Америке это называется. Вам отправляют цифры. И вы эти цифры можете раскашить. Но получить за них деньги. То есть я говорю, окей. При этом груз стоит 1500 долларов на борде. Диспетчер его берет. Я говорю, поторгуйся за него. И диспетчер его берет за 1600 долларов. Я говорю, это максимум, что дал брокер. То есть на 100 долларов брокер поднимает цену. Он говорит, что да, это максимум. Больше он не согласен брокеру поднимать цену. Он дает 1600. Я беру этот груз. И брокер говорит, вы идите, делайте чекин. Мы вам отправим money order на 100 долларов. Я такой почувствовал какой-то лохотрон. Короче, я почувствовал лохотрон. Отказываюсь ехать до получения либо ордера. Диспетчеру они врут, что вот-вот уже отправят. Почти отправили. Вот почти уже ушло. Хотя что, смс-ку отправить так долго? Короче, я не соглашаюсь ехать. Я уже доехал и стою здесь, никуда не заезжаю. Я понимаю, чего они хотели, эти брокеры. Они подняли на 100 долларов оплату за груз. Только для того, чтобы я пошел и эти 100 долларов отдал за проезд по порту. Они все это понимали, знали. Поэтому я на это не повелся. И в итоге я стоял до последнего. Просто когда уже брокеры поняли, что я сейчас не приеду до 3 часов, только можно сюда приехать. До 3. И они уже поняли, что я настроен воинственно. Они мне подняли rate confirmation на 100 долларов еще. Короче, друзья, будьте бдительны. Видите, я уже опыта понабрался. Я знаю, что брокер бы не заплатил. Он хотел, чтобы я пришел, заплатил кэшем. В надежде на то, что мне сказали, что мне отправят код. Но потом, как мы знаем, до брокера не дозвонишься, не достучишься. Поэтому никогда сначала получаете деньги или торгуете, чтобы вам подняли rate confirmation. Ну, соответственно, мне вот видите, как получилось. Они даже коды не отправляли, в принципе. Почему они мне подняли rate confirmation? Потому что никакого кода и не было никогда. Вот такие вот дела, друзья. На каждом ходу, на каждом углу в этом бизнесе вас будут пытаться нагреть. Поэтому только от вас зависит, нагреетесь вы или нет. Все, поехали, ребят, по порту. Я открою окно, поставлю вас смотреть назад, потому что спереди у меня... А, хотя, не знаю, как получится. Все, молчу и поехали. И вот за это багги я заплатил 100 долларов. Вот мы проехали 50 метров. Я заплатил 100 долларов. Удивительное рядом. Все, ребят, паркуемся. Дверь дали. Я не парковался 2 месяца. Подушки на моем траке насилуют. Это очень тяжелая тяжесть какая-то. Там один поддон весит... То есть, представляете, 45 тысяч паунтов всего лишь 12 палет. Вот такой высоты палеты. То есть, вот такой высоты палет. Не вот такой высоты палет. Не такой, а вот такой вот. И всего 12 таких низеньких палет. Весят 45 тысяч паундов. Ну, вы представляете, да, что там? Какой-то чистый металл. Вот полосты такого. А, Купром он сказал. Купром это что? Купром это медь. Везем медь. 45 тысяч паундов в меди. Кстати, медь дорогая. 9 тысяч долларов стоит медь за одну тонну. То есть, если я везу 45 тысяч паундов, это 20 тонн. Я перевожу груза на 200 тысяч долларов. Вот, математика от Артура. Учитесь, господа. Офигеть, что так дорого? 200 тысяч долларов? Нифига себе груз стоит. Может его угнать? А медь продать? А? На Брайт мне наверняка где-то принимают чермет. Цвет мета. Все. Ладно, я сижу в траке. Надо перекусить, отдохнуть. Я устал, как собака сегодня. Ничего не заработал, а устал, как собака. С этими сайнами, с этими брокерами. Ух, жесть вообще. Все, ребят. А вон там, кстати, алюминийка в слитках. Мне кажется, из России. Потому что алюминийка либо американская, либо китайская, либо российская. А российская практически вся на экспорт уходит. Если это российская, то это дерипасковская. Представляете, да? Но я не знаю точно это российская. Не буду вас обманывать. Все, я сижу, жду. Все, друзья. Мне поставили 45 с половиной тысяч паундов. Посмотрите хоть раз в жизни, увидите, как выглядит сырье меди. Это медь. Каждый такой блок весит по 2,5 тонны. Каждый блок. Прикиньте, да? Очень серьезный вес. И мы сейчас это повезем. И очень дорогой груз. 10 тысяч раз у меня перепроверили всего. Перефоткали это все. Короче, все, закрываемся и едем. Все, ребят. Я сейчас так замучился с этим трейлером. Я вам передать не могу, потому что я не снимал. Он старый, ржавый. О, смотрите, цапля. Цапля сидит. Он старый, ржавый. И у него вот эти рельсы, которые должны двигать тандемы туда-сюда, они заржавели. А еще, представляете себе, вес 45 тысяч паундов. Это очень много. И, короче, эти рельсы не работали. Колеса не передвигались. Вот представьте, как я намучился. Короче, я выставил. Я час мучился. Вперед-назад, вперед-назад. Я подставлял всякие чоки, кирпичи, доски, чтобы колеса не двигались. В общем, сделал. Но, как вы понимаете, что я это сделал предварительно. Мне сейчас надо будет ехать на весы и там продолжать ковыряться. Если вдруг у меня где-то что-то неправильное, развесовка какая-то. В общем, мой вам вердикт, скажу я вам, друзья. Бывают иногда такие дни попадаются, которые, когда вот... Ничего как бы не предвешает беды, а вот тяжелый день выходит. Вот сегодня у меня такой старый трейлер. Я теперь понял, что лучше купить старый трак и новый трейлер, нежели новый трак и трейлер старый. Потому что с трейлером постоянные проблемы. То у него двери не закрываются, то у него тандемы не сдвигаются, то у него подушки не надуваются. Кстати, у меня на трейлере из-за веса подушки на трейлере не надуваются. Это может стать проблемой, блин, как же выехать отсюда? Не могу, левый поворот сделать не могу. Что вы мне скажете делать? Будем ждать, пока будет очень безопасно и потом поедем. Короче, такие вот дела, друзья. Лучше брать новый трейлер и старый трак, чем наоборот. Я устал очень сильно, я грязный, голодный, я сегодня вообще ничего не ел на весь день. Поэтому будем ехать спокойненько на заправку. Там взвесимся, умоюсь я пойду. Не знаю, может перекушу что-то и сегодня всю ночь буду пиликать. 9 часов мне ехать. Разгрузка 24 на 7, это хорошо. Совсем забыл сказать, едем 500 миль до Далласа, зарабатываем 1600 долларов за 500 миль. То есть больше 3 долларов за миль. Поэтому есть смысл попотеть, попыхтеть. А, еще плюс, мне 300 долларов заплатят за этот трейлер. Профит просто повсюду. Все, едем, работаем и не отвлекаемся. Поехал буквально 3 минуты и заметил, что у меня одно колесо перестало показывать давление. А что случилось? Датчик что ли потерялся или мне кто-то его украл? Не, датчик на месте. А что не показываем? Батарейка сдохла? Я только вчера подумал о том, что скоро начнут сдохнуть батарейки. Потому что я уже полгода с этими датчиками проездил. Как бы надеюсь, что батарейка просто сдохла. Потому что, что еще могло случиться? Вон он пищит, орет. Давление пишет. 117. Все, нормально. Просто какой-то глюк, может потеряна была связь. Больше вас не отвлекаю, ребята, поехали. Я уже задолбался. Я сегодня в этом месте уже проезжал, ребят. Смотрите, как здесь узко. У меня уши сжимаются в таких местах. Очень узко. Едем дальше. В Луизиане, конечно, очень красивые старые дома. Потому что, я не знаю, чья такая архитектура. Мне кажется, французская. Потому что Луизиана, даже название, наверное, от имени Луизы произошло. И, скорее всего, это французские колонии. Тут очень красиво. В плане вот именно инфраструктуры старой. Очень мне нравится. Ну, а новая она везде в Америке, в принципе, унитарная, одинаковая и типичная. Едем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Не сказал вам, ребят, это город Новый Орлеан, который в 2005 году просто уничтожил ураган Катрин. Вы, наверное, знаете, тогда 70% населения города покинуло его пределы. И от того кризиса он не оправился до сих пор. Он до сих пор был упал. Ну, конечно, сейчас разрастается, потихонечку люди начали возвращаться. Но еще вот, например, дом стоит. Он просто с выбитыми окнами, весь утопленный. По нему видно, что он утопленный. То есть он по коленам в воде стоял. У него снизу какие-то подпорами его держат, чтобы он не упал. Видимо, какое-то национальное наследие. Ну, а так вообще город был уничтожен. Ровно 21... Какой 21? 16 лет назад, получается, в 2005 год. Просто вам историческая заметка. Ну, что ж, друзья, мы на пайлоте. Давайте взвесим эту медь. На сколько там у нас тысяч долларов лежит железо. Йо-лки-па-лки. 36-37 тысяч сзади, на средних 25. Блин, опять придется сейчас ковыряться с этими рельсами. Такая жизнь. 3000 паундов надо переместить на среднюю ось. Бывает, давайте делать. Ребят, прошло полтора часа. Честное слово. Ура! Ура! Я сделал это! Блин, сегодня просто убийственный день. Просто убийственный день. Знаете, на какой дырке стоят мои тандемы? На 23. На 23 дырке стоят мои тандемы. Я как ехать вообще буду? Ужас! Катастрофа! Сейчас вам покажу, как это выглядит снаружи. О-о! У кого-то дизель потек. Смотрите, все зеленое. Ужас, ужас. Экологическая катастрофа. А у меня просто пострабочий, драматический, травматический синдром. Посмотрите, где колеса стоят. Вот посмотрите, эксперты сейчас скажут, Артур, так ездить нельзя. И я с вами согласен. Но проблема в чем состояла? В том, что тандемы очень сложно передвигаются по своим. Очень сложно. Я не могу вам передать, как сложно. Они стоят на тормозах, под ними стоят два чока. И они едут по чокам. Едут по чокам. То есть, я не могу ничего сделать. Их надо во что-то упереть. Ладно, если бы мне надо было двигать туда, я бы их упер вот так в бордюр и подвинул бы. Но когда надо двигать их в обратную сторону, в общем, я извернулся, так скажем. Нашел на мусорке колесо резиновое. И просто колесо резиновое загнал вот сюда. Просто между двух тандемов я загнал сюда колесо. Здесь было резиновое колесо. И таким образом оно блокировало езду и вперед, и назад. Оно зажевывалось между моими колесами. В общем, таким образом я вышел из ситуации. Но я до этого попыхтел, конечно, путь здоров. Тандемы стояли на десятой дырке. Сзади было превышение на 3000 паундов. На 3000 паундов. Я переставил с десятой на 14. Стало 2000 паундов. И я понял, что каждые 4000 забирают 1000 паундов. В итоге я передвинул еще на 8. То есть, с десятой я передвинул сначала на 14, а потом еще на 8. Это 22. И одну для запаса, 23. И на 23 дырку я поставил свои тандемы. И, как вам показал на видео, сейчас груз идеально. То есть, сейчас везде так, как должно быть. Я не знаю, как я буду так ехать, потому что с такими тандемами повороты будут заходить крайне тяжело. Но буду на чеку, куда деваться. Работа такая. Буду аккуратно заходить повороты со вторых линий. Буду ехать медленно и все такое. А еще я хотел вам показать, ребят. Я думал, я на своих колесах проезжаю до следующей зимы. А тут смотрите, что произошло. Видимо, очень тяжелый груз. И просто лопнула обшивка у колеса. Я надеюсь, он у них хлопнет, не лопнет. Но я надеюсь, и я на нем поеду. Я на нем доеду. Я больше до замены колес, я больше не буду брать такие тяжелые грузы. Что делать? Куда деваться? И трейлер говно. Хорошо хоть за него заплатить. Надо его побыстрее до Миссури довезти и скинуть там, и забыть про него. Потому что на таком трейлере один геморрой работать. В общем, ребят. Что-то сегодня такое занудное видео получилось. Долгое. И устал я очень сильно. Так что все. Я пойду сейчас купаться, кушать. А вам спасибо за просмотр. Вот тут мой номер телефона. С краюшку. Звоните, пишите. Если какая-то помощь нужна. А может быть и вы мне чем-то поможете. Поэтому все. Спасибо за просмотр. До следующей серии. Пау.